Так, хорошо, поехали. Одну запись включили. Начнём вторую запись. Так, и сейчас. Сейчас начнём третью запись. Третью самое сложное включение, да? Так. Камера. Поехали. О, вот я с третьим глазом. Ах ты, Семён Семёнович, я же забыл ещё звук включить. Вот же ещё у меня тут сегодня по плану. Сегодня по плану у меня всё дело усугубить ещё одним звуком, чтобы было много у меня всякого разного звука для экспериментов последующих. Сейчас мне ещё один звук подключим. Вот так он включается. Неужели, сложно. Средства для выжига совершенно химия какая-то. Горит плохо. Так. Раз, два, три. Так. Что-то я не вижу. Горит отвратительно. Так, что у нас? Нет, нормально всё со звуком. Всё хорошо у нас со звуком. Так, ну нормально. Всё. Аааа. Оно оказывается чуть-чуть с разных сторон по-разному. Вот в чём дело. Так, ну что же. Так, всё хорошо. Привет всем. Жидкость для розжига сегодня отвратительная. Совершенно не горит у меня уголь. Не хочет разгораться. Просто какая-то беда. Ну, сейчас мы его сильно польём уже этой жидкостью. И приступим к усиленному вентилированию. Опа. Так. Ох. А так так сразу вспыхивает. А до этого совсем не горел. Ну, такая странная жидкость для розжига. Сегодня улучшенный вариант. Кстати, да. Надо ради интереса попробовать включить. Сейчас надо найти кнопочку вот здесь сбоку. Так. Должен включиться Wi-Fi. Теперь надо на телефоне подключиться к этому Wi-Fi. И попробовать, соответственно, специальной программой посмотреть камеру. Ну, вот Wi-Fi я вижу. Так. Так. Кстати, ради интереса. А в этом фотоаппарате сейчас стоит SD-шка, которая с Wi-Fi. Так вот, этот Wi-Fi, а ЕSD-карт, он тоже виден. То есть, у меня сейчас Wi-Fi на голове, Wi-Fi в фотоаппарате и ещё Wi-Fi общий. Вот такой прямо сплошной Wi-Fi. Везде. Так. Сейчас я найду специальную программку. Вот она. GoPro. И попробую, вот, connect и control. Starting preview. О, слушай, показывает. Отлично. Нет, показывает. Вот прям real-time, который я снимаю с камеры. С некоторой задержкой, конечно, да? Но, по-моему, это очень неплохо. Ладно. Ну, это вообще шикарное развлечение. Включаем шумелку. Никак не удаётся раздуть нормально эти угли. Ну, что-то сегодня, как-то сегодня с углями, как назло, проблема. Ладно. Дадим углям немножечко согреться. Раз они так плохо разгораются. Мне прямо очень не нравится, как они сегодня горят. Прямо так лениво, что я даже не знаю, сколько времени займёт у нас в результате это приготовление. Так, ладно. Пусть чуть-чуть постоят, а я тем временем... Расскажу вот про эту фиговину, которая стоит наверху фотоаппарата. Диктофон. Я пытаюсь на него ещё записывать параллельно звук. Вот я вижу, что там лампочка горит. То есть, запись должна идти. То есть, у меня эксперимент, что записывается на микрофон, который висит на мне. С этого микрофона записывается вот сюда. Вот идёт запись. Вот. Дальше, значит... Всё синхронно, да? То есть, они между собой не связаны, эти устройства. А запись идёт, естественно, на микрофон фотоаппарата. Ну, он совсем такой слабенький, плохенький. Ну, и, соответственно, запись идёт на два микрофона, которые стоят в диктофоне. Ну, и, естественно, я забыл сказать, что микрофон в той камере, который у меня на голове, тоже есть. И мне тоже будет интересно послушать, что это из него слышно. Не знаю, что из него будет слышно, и что из этого удастся намешать, и вообще, как это всё получится. Я пока плохо себе представляю. Это всё эксперимент. Возможно, не очень удачно. Ну, что же, неплохо. Почти все угли занялись. Теперь им нужно дать чуть-чуть погореть. Спокойно. Сейчас мы их тут немножечко. Так, уложим. Хорошо. Так, вот этот сюда. Этот тоже можно перевернуть. Этот тоже. Что тут? Вот. Вот. Углей немного, потому что я собираюсь всего лишь два куска мяса пожарить сегодня. Два небольших кусочка мяса. Тоже, кстати, экспериментальный вариант. Обычно мы так не делали, но сегодня решили попробовать. Возникла такая мысль, что неплохо было бы сделать стейки. Но стейки не обычные, а немножечко их подержать в масле и в травах различных. Посмотрим, что из этого выйдет. Пока я не знаю. Сейчас небольшой перерыв тут несколько минут. Придётся подождать, пока всё это приготовится. То есть, пока угли дойдут. Я думаю, что я этот... На угли, наверное, надо будет ещё раз раздуть. Посмотрим, что здесь у нас с картинкой. Ну, нормальная картинка, в общем-то. Не так уж всё и страшно. Хотя, с другой стороны, можно вот её немножечко так вот перенести, да? Не хуже ведь так будет, видно, да? Можно чуть-чуть вот так немножечко приподнять. Я думаю, не хуже будет. Надеюсь, я влажу в кадр. Ну, вроде должен входить. Так, сейчас ещё разочек что-то ждать. Тухнут. Тухнут угли. Не очень они. Вон там наверху крутится анимометр. Датчик ветра. Он померяет силу ветра. Ну, и заодно там стоит плюгер, который измеряет направление ветра. Разбивать угли. Разравнивать их. И уже попросить, чтобы жена дала мне пару пусков мяса. Это не разбивается. Здесь вот крючочки. На эти крючочки, собственно, будет крепиться решётка. Ух ты, какой тут кусок у нас. Вот так его. И вот этот тоже. Давай, ты вылазь, друг. Вот так. Сюда погорячей. Так, ну вот. Наверное, как-то так. Ну, более-менее. Сейчас раздую ещё разок. Раздую. Закрою, чтобы температура выровнялась. То есть, чтобы оно всё выровнялось. Ну, нормально. Ну, что же. Вот, вполне, вполне. Можно закрывать поддух. Закрывать крышку. Ай, стучать же, нет. Подмога, кажется, идёт. Да, почему не через окошко? А? А, вон она. Вон она в чём хитрость. Ну, ладно, я сейчас тут пока у окошка подожду. Ну, чего, покажи, как ты со своего стартового поля-то стартуешь. Так, что такое? Подозрительный запах? Ты так принюхиваешься травкой. Травкой? Ну, ладно. Который кусок? Вот этот справа, да, потоньше? Мама, выходи! Мама, выходи гулять! Сейчас. Так. Ещё. Время, наверное, засекать не буду. А как-нибудь так. Глазок, ну, посмотрю всё-таки, да. 19.14 на часах. Ну, угли слабоваты, конечно. Вот. Поэтому, я думаю, что больше трёх минут на таких углях придётся держать. Содержать стейк, чтобы он всё-таки более или менее был. Да, у меня, Лёнь, и диктофон сверху включен, да, и фотоаппарат, и видеокамера у меня на голове. Ещё на мне микрофон висит. И что со всем этим потом делать, я пока даже и не знаю. Будет у меня эксперимент. Ага! Да, много техники. Да, много техники. Не знаю. Результат совершенно не обязательно будет интересным. Сон, непонятно, что будет за результат. Я тоже не знаю. На угли, откровенно, слабоваты. Так что... Можно спокойно держать, ждать довольно... Ну, я думаю, не знаю, минут пять. Что, Лёнь? Быстро гоняешь? Ого! Фонарик? Ну, давай, фонарик. А, слушай, а что-то где-то у тебя крепление от фонарика я вот не вижу. Фонарик, вижу, крепление не вижу. А, вот оно. Просто мы поняли, что оно тоже болтается. Да. Ага. Ну, смотри, фонарик работает. Ну, давай, давай. Она на руле болтается. На руле? Думаешь, сильно болтается. Нет, оно так вот вниз. Перекручивается вместе с этой штукой. Вместе с этой штукой? Вместе с поролоном. Это зимой был мощный поролон. Теперь он уже слабый. Да. Мы специально с вами сняли. Понятно. Специально. То есть ты решил без фонарика сегодня ездить? Ну, неинтересно с фонариком. Неинтересно? Ну, ладно. Езжай без фонарика тогда. Красивее без фонарика? А я думал, ты его для красоты как раз покупал. Для прикола и то временно. О! А тем временем. А тем временем пошел очень типичный дымок. Очень типичный дымок. Ну, нет, еще надо. Еще надо. Или чего? Сделаем в два поворота, наверное. Меня немножко смущает. Ну, ладно. В один поворот сделаем все-таки. Птички прилетели. И гонки. Ой, чего? И гонки. И гонки. И птички, и гонки у нас тут. У меня первая мягка. Да. Посмотрим, как далеко работает Wi-Fi. Хватит. Хватит. Тут огонь сейчас, но это не страшно. Я крышку закрою, огня не будет. Все, потух. Ну, тормозит, да. Ну, без этого. Такое вот кино есть. Забавное. Чего смотреть? Ну, хорошо. Снимает, снимает. Нет, как раз нет. Записывается все на разные устройства. Да, кстати, ради интереса. Время. 19. Ну, то есть, вот 5 минут. Там чуть меньше одна сторона. Да, нормально, соответствует примерно углям. Угли не очень бодрые, поэтому приходится дольше не... Ну, скоро будет. Я думаю, через там 2-3 минуты будет готово, да. Вторая сторона же быстрее обычно подходит. Вторая сторона обычно быстрее. Ну, что, приоткроем. Так. Пока еще явно рано. Что, Лень? А, наверное, я буду... Когда я близко подхожу, я, наверное, буду в объективе. Ты не резко в объективе фотоаппарата. Чего, Лень? Хорошо. Ну, да. Я вижу, что ты на зеленом велосипеде ездишь. Это хорошо. На зеленом тебе уже, в общем-то, пора и ездить. Красный, мне кажется, тебе маловато уже. Нет. Колеса-то нормально накачались? Да. Хорошо. Хорошо. Да? Конечно, нормально. Ну, вот видно внутри. Ну, тут еще сок. Ну, так как Ленька тоже будет, поэтому, в общем, мясо я все же прожариваю. Там, несмотря на то, что огонь, я говорю, вот сейчас я закрываю крышку, и огонь тут же тухнет. Чем, собственно, эта крышка хороша? То есть, огня там точно не будет. То есть, там будет много углекислого газа, высокая температура, а огня, как бы, как такового, который же сжигает жир и мясо, там не останется. Ну, естественно, можно это дело регулировать вот этими заслонками. Вот. Я думаю, что уже оно готово. Смотри сама, как тебе. Ой. Мне кажется, ну, я пытался, вот видишь, тут серединку-то видно, в общем-то, через это, вот видишь, в принципе, нормально, внутри с кровью. Ну, такой, хорошо прожаренный. Медиум, медиум, определенно, да. Не well done, но медиум точно. Ну что же, на этом пока все. Еду, наверное, снимать не буду, просто съем. Ваше кино, запись вашего фильма, значит, вашего видео превышает порог в 4 гигабайта и будет разделено на две части. Ну, хорошо, нет возражений. Так. Ну, здесь 26 минут. Все, тоже выключаю. Так, а это оно мне... А, надо стоп нажать, чтобы выключилось. Стоп. Все. Замечательно. И это выключили. Пока обратно поставил. Чтобы было удобно нести. Так. Нет, у меня было... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой чебурах. Что, головой ударился, Лень? Так. Ударился. Ну, я думаю, что не сильно. На ровном месте. На маленьком велосипеде. Вон тут у нас какой велопарк. Самокаты, велосипеды. Ну, от чебурахани это не спасает. Так. 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 А. Субтитры создавал DimaTorzok